Оставьте в покое Новую Сосновку, Салмачи и другие поселки. Собравшиеся на митинг жители Новой Сосновки по очереди подходили к микрофону и высказывали свои требования. Не трогать и не сносить их дома. Напомним, согласно новому генплану, через жилой массив должна пройти четырехполосная дорога. Жильцы предлагают для нее другую трассировку. Мы хотим, чтобы от нас отстали в конце концов и дали нам жить. Рядом с нами находятся пустующие огромные поля. Где можно строить гектар земель, где можно строить и высотное строение, и проложить ту же самую дорогу. Почему ее нужно прокладывать по новым, ребят, новые дома. На пути предполагаемой дороги лежат несколько десятков домов. Точной цифры пока нет, поскольку нет еще ни документации, ни сроков строительства. В апреле жители Сосновки уже проводили собрание у себя в поселке. С тех пор их позиция не изменилась. Свои дома люди намерены защищать до конца. Нам не нужны компенсации. У каждого там вложено и с любовью построено. Все и нервы, и все уже по 10, по 12 лет строились. Там таких людей нет, все из среднего класса. Они строились годами. И так, чтобы рукой махнуть за эту компенсацию, мы уже, у нас ни жизни, ни здоровья, ни нервов не хватит. Еще какой-то дом такой же построить. Мы не вкладывали капитал, чтобы просто бы они стояли. Мы в них живем. У нас единственные дома. Если мы сейчас отнимут у нас эти дома, мы остаемся на улице. При этом особенно возмутили людей слова главного архитектора Казани Татьяны Прокофьевой. На последнем деловом понедельнике она заявила, что дома, которые находятся в коридоре будущей дороги, построены без разрешительных документов. В собственность очень многие здания были проведены не решением города, а решением федеральных наших структур в соответствии с дачной амнистией. На самом деле ни ГПЗУ, это строительный план земельного участка, ни разрешение строительства в таких коридорах дорог, будущих строительных дорог не выдавалось никогда. Какой самоострой? У нас все документы есть. Мы не пришли и не поставили флаг, как на горе Эверест, не сказали, мы здесь будем застраиваться. Мы купили по всем документам свою собственность, ИЖС, построили дома некоторые, и мы имеем право там жить. Разрешение на строительство тоже подписано. Главный архитектор Высокогорского района. У каждого есть такие документы. Другая проблема, о которой сегодня говорили люди, то, что по новому генплану часть поселка попадает в зону полетов Казанского авиазавода. И по закону на такой территории вообще не должно быть никаких строений. То есть половина поселка, где-то около 300 домов, попадает в эту зону отчуждения. И в ней нам предлагают жить и проводить свой остаток времени. Мне в 2016 году исполком продает эту часть земли, нигде не упоминая о том, что там какая-то зона сказочно-загадочная и призрачная. То есть документов, нормативных актов по этой зоне нет. Нигде. То есть сейчас идет произвол просто от сжатия земли. Как отметили собравшиеся, одними только митингами их активность ограничиваться не будет. В ближайшее время жители Новой Сосновки намерены записаться на общественное слушание по новому генплану, где еще раз они донесут свою позицию до властей города и проектировщиков. Андрей Шлюга, Максим Малов, телеканал Эфир.